Привет, с вами Арталаски, и сегодня мы посмотрим на что способен планшет с Алиэкспресс Гамон М106К. Поехали! Итак, начнём мы с традиционной распаковочки, то есть анбоксинга. Посылка пришла немного потрёпанная, но сама коробка оказалась целой. Был лишь немного помят угол, но забегая вперёд скажу, что над содержимым это никак не отразилось. Коробка с обеих сторон запечатана плёнкой, с обратной стороны указаны основные характеристики. Открыв крышку, мы сразу наблюдаем нашего красавца, выполненного в строгом чёрном стиле с минимальным блеском. Сам планшет очень лёгкий и сравнительно небольшой. С левой стороны расположились 12 функциональных клавиш, которые можно настроить как угодно, а на самом планшете есть 16 сенсорных кнопок, которые реагируют на нажатие стилусом. С правой стороны планшета довольно большой кармашек для стилуса. Я переживал, что он будет выпадать из него, но, как видите, держится там довольно крепко. Подставки для пера в комплекте не было, с другой стороны она и не особо нужна. Перо можно положить просто на стол или засунуть в этот самый кармашек. Так, ну а помимо планшета в коробке находятся очень быстрый старт, большущий плюс за это, карточка с ссылкой на скачивание драйверов, его величество стилус в пакетике, перчатка с логотипом Хайон и мешочек с наконечниками и пинцетом. А вот в потайном кармашке коробки лежат два USB кабеля. Первый для подключения планшета к компьютеру, второй для подзарядки пера, тоже от компьютера. Что насчет перчатки? Обычная такая перчатка, но то, что идет в подарок, весьма приятно. Теперь перейдем к характеристикам. Для данного ценового сегмента планшет имеет вполне солидные параметры. Разрешение 5080 LPI и отклик 233 точки в секунду. Рабочая область 254 на 158 мм. Работает по технологии электромагнитного резонанса и совместим с виндой от 7 и выше, а также с макосью 10.10 и выше. Перо весит всего 14 грамм, нечувствительно к наклону и вращению. Стандартные 2048 уровни давления и точность 0,3 мм. Время работы от батареи примерно 1350 часов, зарядка всего 2 часа. Уходит в спящий режим спустя 10 минут без действия. Что ж, давайте опробуем его на деле. Общее впечатление такое. Первое, что сразу чувствуется, это мягкость. Перо очень приятно скользит по поверхности планшета и это очень трудно не заметить. Оно скользит словно горячий нож по маслу, нету никаких скрипов и даже на поверхности планшета не остаются следы. Для сравнения приведу два планшета. Они стоят примерно одинаково, но посмотрите сами. На первом перо оставляет следы и слышно трение, поскрипывание. Даже по звуку чувствуется какая-то жесткость, из-за которой боишься сильнее надавить на перо, да и планшет корябать жалко. А вот с Гайман полная противоположность. Стилус не оставляет следов на рабочей области, даже если сильно надавить. А само перо почти не слышно. Лично для меня это огромный плюс. И на самом деле это очень комфортно. Особенно для новичков, которые боятся что-то испортить или сломать, данная модель Гайман будет весьма хорошим выбором. Окей, перейдем к программам. Посмотрим как будет вести себе планшет в Adobe Photoshop CC 2017. При больших размерах холста больше А3, перо ведет себя вполне адекватно. Линии не дергаются, что можно наблюдать на некоторых других планшетах. Кисть реагирует на нажим, впрочем все окей. В Corel Painter все так же отлично работает. Только за счет смешения цветов удовольствия намного больше. На больших холстах так же все ровно. Честно говоря, мне кажется, что этот планшет создавался специально для Саи. Плавный ход пера в сочетании с плавным изменением цвета Саи это просто эйфория. Если вы рисуете в этой проге, то вы по праву оцените этот кайф. Итак, что мы имеем в целом? Для данного ценового сегмента мы получаем хороший планшет фирмы Gaumon, основное внимание которого было уделено именно планшету, а не различным аксессуарам, которые могут значительно добавлять веса цене продукта. Подзаряжаемое перо хоть и выглядит немного устаревшей технологией, но на самом деле не обрастается в глаза при использовании. Зарядка пера по USB кабелю занимает всего 2 часа, а хватает примерно на 2 месяца использования. 12 экспресс-клавиш и 16 функциональных сенсоров позволят вам пользоваться планшетом без клавиатуры не только в графических редакторах, но и в 3D пакетах с кучей горячих клавиш, вроде блендера или зиброша. Что ж, если вам понравился этот планшет, вы можете купить его у проверенного продавца по ссылке в описании под роликом. И кстати, если он вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать колокольчик. Ну а с вами был Арталаски, пока!